Для Азер и Ла-Ля Заралиевых прогулка по бульвару ежедневное развлечение. Бабушка с внуком живут по соседству. Думали, что к Новому году здесь станет интересней. Пока ничего не изменилось. Обещали каток до праздников открыть не успели, а в остальном все то же самое. Аттракционы, карусели, кинотеатры и цены на них те же от двух до семи долларов. Только елки поставили, да Дед Мороза вокруг гуляют. В новогодние каникулы, которые продлятся до 5 января, руководство Приморского парка обещало, часть аттракционов сделалась бесплатными. Еще можно будет пойти на каток и полюбоваться фонтанами. Мы запускаем новый фонтан, Лотос, самый высокий в мире, 120 метров в высоту. Вообще все фонтаны, и световые, и музыкальные, будут работать на праздники. А это тоже интересное зрелище. Среди самых популярных развлечений для школьников – праздничные представления и новогодние елки, которые проходят во всех клубах и театрах столицы. Билеты на праздники школьникам раздают бесплатно. А вот для молодежи бесплатных развлечений не предусмотрено. Сами себя развлекаем, организуем маскарады, ходим на дискотеки, в клубы. Мне кажется, праздничное настроение зависит только от нас самих. Захотим весело встретить Новый год – значит, встретим. Еще меньше повезло сельской молодежи. Здесь ни ночных клубов, ни дискотек нет. Зато кое-где лежит снег, значит, можно покататься на санях и поиграть в снежки. А самые морозостойкие устраивают уличные гуляния. Айнур Алиева, Ламия Визирова, Мубарис Гаджиев, Рашат Курбанов. Новости Содружества. Азербайджан.